Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком. Тема война. Вопрос 3349». Почему так торопится уничтожить приходы РПЦЗ на территорию России? И кто более всего этого желает? Отвечает Игнатий Лапкин. Эти приходы были действительно независимы и многим закрывали глаза на неканоничность образования патриархии в 1943 году. Указывали на гнилье в патриарших храмах, на безумство архиереев, их всевластность по образу поставивших их коммунистов. Патриарх и президент понимают друг друга. Одна организация-мать выкормила их. Президенту нужны приходы за рубежом, чтобы там свои агентурные точки были. А церковникам более всего мешают здешние приходы. Патриархины всех рангов, делицы от религии, похожи совершенно неверующие, ломают судьбы и души. Им это все ни по чем. Они же детище Сталина и Берии. Другого от них и ждать не приходится. Местный епископ так и мог бы оставаться Ишимско-Семирским с подчинением Синоду РПЦЗ. А тот патриарху, как сказано, было на соборе. Но они в течение года поотворачивали все головы. Вот как принимает уже попов. Кавычки открыты. Священник Владимир Карелин был запрещен в священное служение 19 ноября 1993 года. Преосвященный епископом Курганским и Шадринским Михаилом на основании правил святых апостолов 39, 45, 55, 65. А 22 ноября 1993 года тем же преосвященным лишен священного сана. В том же году В. Карелин был принят в общение епископом Валентином Русанцевым, в то время входившим в состав Русской зарубежной церкви. В 1996 году В. Карелин перешел в юрисдикцию епископа Евтихи РПЦЗ. В 2006 году Владимир Карелин обратился к святейшему патриарху московскому в Сеарусе лексию с письмом, в котором выражает свое раскаяние и просит о восстановлении в священном сане. С ходатайством о восстановлении Владимира Карелина к священному сане обратились та же епископ Курганский и Шадринский Михаил, готовый принять его в свою епархию, и епископ Евтихий Курочкин. Последний отметил, что Владимир Карелин был главным его единомышленником в вопросе восстановления единства между межмосковским патриархатом и Русской зарубежной церковью, болезненно переживая разделение. Осенью 2005 года Владимир Карелин совместно с благочинным Шадринского района Курганского Шадринской епархии протеереем Михаилом Тихоновым подписал письмо против деятельности Русской истинно-православной церкви. Постановили. Принимаем во внимание ходатайство преосвященного епископа Курганского и Шадринского Михаила и преосвященного епископа Евтихия заключение комиссии Московского патриархата по диалогу с Русской зарубежной церковью, а также покаянное прошение Владимира Карелина принять Владимира Карелина в сане пресвитера. Смотрите открытым оком том 7 проповедь 22 на последний 24 восьмой том вопрос 2199 книга пророка Осия 6 глава 9 стих. Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивает на пути сихем и совершает мерзости. Луки 22.52 Перед священником же и начальником храма и старейшином, собравшимся против него, сказал Иисус, как будто на разбойника вышли вы с мечами и с кольями, чтобы взять меня. Стеною ограждался каждый город, чтоб высота и толщина врагу не по зубам. Пришел на помощь изобретенный порох, со взрывом был прорыв и общая беда. Враг ищет тайные подходы и тоннели, тогда и стены вовсе ни при чем. Что многократно штурмом не посмели, того добились в темноте мечом. Нас оккупирует непримиримый враг, лев рыкающий жрет кровавой пастью, а если вломится, тогда на силу грабь. В такой вот переплет нам не попасть бы. В четвере есть стена при обороне, когда терзают внешние враги. Пусть внутреннюю защиту не уронит, чтобы священству брешь в нас не пробить. Стена канонов мыслилась защитой, а ее и давят, как и в ерехоне, подыскиваясь мелочно и щиплют, слепцы духовные, погрязшие в трахоме. Для стен материал не пожалейте, кирпичики и блоки — это христиане. А чтение писания и испытания крепнем, особенно когда отхода сейчас настанет. Стеной устанем на пути греха, где с нераскаянными ждут объединения. Они начнут кусать и иство брехать, накроют образ наш свою тенью. Стена растерельная, на вылете к ней пули, последние опоры для спины. Как подошли, как на нее взглянули. Христом навеки бывши спасены. Мы за Христом, невидимой стеной, неотдалимые прогнозом поражения. Он силен защитить от слепоты слюной. Для стрел врага стал избранный мишенью. 01.01.07. Игнатий Лапкин Прибыль